Как вы думаете, появляется ли у современного человека вообще меняется ли как-то природа человека в зависимости от развития технологий? И появляются ли в этой связи какие-то новые грехи у современного человека, которые его одолевают, которые, скажем так, удивили бы святых отцов? Ну, например, зависимость от интернета, наше постоянное повальное углубление в гаджеты, наше встречающееся сегодня пристрастие к каким-то особым видам пищи, и там, соответственно, всякие пищевые секты, которые на этой почве формируются. Например, лягушатинку покушать. Ну, например. Я понял. Или человек от века один и тот же просто меняется внешние условия, а природа его… То есть про всё уже нам рассказано в добротолюбии. Или что-то изменяется? Человек не меняется. Меняется нечто другое. Человек остаётся одним и тем же. Просто меняет свою форму только человеческие страсти, человеческие увлечения. И другое сейчас происходит. Происходит то, что человек настолько сейчас загружается вот всем этим, о чём вы сказали, через эти интернеты и прочие всякие вещи, настолько сознание его подавляется, что не остаётся буквально в душе его вот того уголка или времени, или пространства, когда он мог бы подумать о чём? О смысле своей жизни. Ведь без этой мысли зачем я живу? Ну, какой же это человек? Ну, наш, вон кошечка, вон собачка. Да они живут и не думают. И человек превращается вот этим вот всем давлением современной вот этой стихии, которую вы сказали. Да он настолько, может быть, подавлен, что, к сожалению, не остаётся времени у него. Не остаётся как? Не объективно, а субъективно. Не остаётся времени задуматься о том, какой же смысл моей жизни. Посмотрите, поколение за поколением меняется, и что дальше? Бессмыслиться, то есть задуматься о смысле жизни, задуматься, есть ли Бог, есть ли душа. Действительно, личность смертна или бессмертна? Вот это да! И современные технологии, конечно, они с огромной силой влияют на сознание человека и подавляют, и подавляют его.